Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашего сегодняшнего урока «Жизнь и творчество» Бориса Пастернака. Цель нашего сегодняшнего урока познакомиться с основными этапами жизни и творчества поэта. Мне хочется начать урок словами Гинсбурга. Пастернак пишет так, что прочтешь и задохнешься от удивления. Родился поэт 29 января 1890 года в Москве в семье известного художника Леонида Пастернака. Семья Пастернаков поддерживала дружбу с известными художниками Левитановым, Поленовым, Нестеровым, Ивановым. В доме бывали музыканты и писатели, в том числе Лев Николаевич Толк. В 13 лет под влиянием композитора Скрябина Пастернак увлекся музыкой, который занимался в течение шести лет. Сохранились две написанные им сонаты для фортепиано. В 1908 году поступил на юридический факультет, но затем перешел на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета. Затем летом 1912 года изучал философию в Марбургском университете в Германии. В 1912 году вместе с родителями и сестрами посещает Венецию. Это нашло отражение в его стихах того времени. Печататься Пастернак начал в 1913 году, а в 1914 году опубликовал свой первый сборник «Близнец в тучах». В 1917 году вышел сборник «Поверх барьеров». В 1922 году сборник «Сестра моя жизнь». После поездки в Марбург Пастернак начинает входить в круги московских литераторов. С 1914 года поэт примыкал к содружеству футуристов в центре Фуга. Здесь стоит остановиться на том, что же такое футуризм. Это формалистическое направление в искусстве и литературе десяток годов XX века, отвергавшее реализм и пытавшееся создать новый стиль, который должен был бы разрушить все традиции и приемы старого искусства. В этом же году Пастернак близко знакомится с другим футуристом – Владимиром Маяковским, чья личность и творчество оказали на него определенное влияние. Позже, в 1920-е годы, Пастернак поддерживал связи с группой Маяковского «Лев», но в целом после революции занимал независимую позицию, не входя ни в какие объединения. Родители Пастернака и его сестры в 1921 году покидают Советскую Россию и обосновываются в Берлине. В 1922 году происходит знаменательное событие в жизни Пастернака. В 1922 году он женится на художнице Евгении Лурье. Февраль Вы только что прослушали стихотворение «Февраль», и теперь я хочу, чтобы вы ответили на вопрос. Какие средства выразительности использованы поэтом в стихотворении «Февраль»? Посмотрите, пожалуйста, подумайте и отправьте мне ответ по WhatsApp. А мне хотелось бы остановиться на таких понятиях, как ассонанс. Это повторение одинаковых гласных является могучим средством выразительности поэтического языка. Прослушайте отрывок из поэмы Пушкина. Ах, быстро молодость моя, звездой подучей умеркнула, Но ты, пора любви минула, еще быстрее. Только год меня любила Мариула. Однажды в лесковольских вод мы чуждый табор повстречали. Во всем этом отрывке звучит звук «У», придавая стиху унылую напенность. Также хочу остановиться на олитерации. Что же это такое? Это повторение одинаковых согласных. Конечно, не всякое повторение согласных придает речи эти качества. Олитерация представляется художественным приемом, когда повторение одинаковых согласных усиливает впечатление, получаемое от известного сочетания слов, когда своим звучанием это повторение подчеркивает то или иное настроение. Я хочу, чтобы вы подумали и ответили мне такой вопрос. Какие согласные стихотворения «Февраль» усиливает впечатление данного стихотворения? В 1935 году Пастернак участвует в работе, проходящего в Париже Международного конгресса писателей в защите мира. На конец 20-х, начало 30-х годов приходится короткий период официального советского признания творчества Пастернака. Он принимает активное участие в деятельности Союза писателей СССР и в 1934 году выступает с речью на его первом съезде, на котором Бухарин призывал официально назвать Пастернака лучшим поэтом Советского Союза. Его знаменитое произведение, роман «Доктор Живаго», создавался в течение 10 лет, с 1945 по 1955 год. Роман является собой широкое полотно жизни российской интеллигенции на фоне драматического периода от начала столетия до Гражданской войны. Во время написания романа Пастернак не раз менял его название. Роман был напечатан в 1957 году в Италии, затем переведен на многие языки мира, а в 1958 году автору была присуждена Нобелевская премия за выдающееся достижение в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы. На родине же Пастернака начали активно травить, исключили из членов Союза писателей, организовали в газетах, журналах, на радио целый поток оскорблений и обвинений, заставили отказаться от Нобелевской премии, раздавались требования покинуть родную землю. «Я связан с Россией рождением, с жизнью, работой, я не мыслю своей судьбы отдельно, и в ней ее», — заявлял Пастернак. В 1959 году он написал стихотворение «Нобелевская премия». Выразительно прочитайте данное стихотворение, а мне хочется прочитать последние строчки данного произведения. «Но и так, почти у гроба, верю я, придет пора, силу повлости и злобы одолеет дух добра». Вся эта история подкосила писателя. 30 мая 1960 года Пастернака не стало. Доктор Живаго был опубликован на родине только в 1988 году, через 33 года после написания. В 1987 году решение об исключении Пастернака из Союза писателей было отменено. В 1988 году доктор Живаго впервые был напечатан в СССР в журнале «Новый мир». В 1989 году диплом и медаль Нобелевского лауреата были вручены в Стокгольму сыну поэта. Домашнее задание. Подготовьте выразительное чтение и разбор одного из стихотворений Пастернака. Обратите внимание на аллитерацию и асанасу. А также прочитайте краткую историю романа «Доктор Шиваго». Дайте характеристику главным героям. В ходе подготовки материала использованы ресурсы. Пройдя по данным ссылкам, вы можете более подробнее узнать жизнь и творчество Пастернака. А сейчас я хотела бы, чтобы вы прослушали одно из его стихотворений. Учись прощать, молись за обижающих, зло побеждай, лучон добра. Иди без колебаний в стан прощающих, пока горит Голгофская звезда. Учись прощать, когда душа обижена, и сердце словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена, ты вспомни, как прощал Христос. Учись прощать, прощать не только словом, но всей душой, всей сущностью Твоей. Прощение рождается любовью в варенье молитвенных ночей. Учись прощать, в прощении радость скрыта, великодушье лечит, как бальзам. Кровь на кресте за всех пролита. Учись прощать, чтоб ты прощен был сам.